Я дяде Мишу Михайловского привет спрашивал профессора нашего в Минституте и папу нашего Валерика Михайловского, с которым я вместе вырос, и Софой Михайловской, с которой мы столько лет создавали что-то новое, и методичку по Минздраву утверждали под шефством академика Морозова, директора Института Сербского в свое время, с которым я лично дружил очень много-много лет, и там, где мы испытывали метод саморегуляции ключ и утвердили в Минздраве. Так вот, дядя Миша, профессор Михайловский, был проректором мединститута Дагестанского государственного мединститута. Я его спрашивал, а что такое гений? Он говорил, ну это человек с развитым мышлением. Ну вот годы прошли, я думаю, надо же учиться у гениев, у природы надо учиться и моделировать их процесс, вот этот, которым они мыслят, чтобы двигать разум человечества. И поэтому я всех, так сказать, привлекаю для того, чтобы наблюдать за природой, за законами природы, за закономерностями, изучать этих гениальных людей, например, Николу Теслу, там, Рахманинова, Чайковского, Бехтерева, Ну, чтобы мы могли понимать, как они мыслят. Я, например, понимаю так, что большой глобальный мир, в котором человек находится, и чем больше противоречий в нем, казалось бы, на первый взгляд, когда все перелопачивается в одной голове с какой-то высокой точки зрения, например, с точки зрения доброты, красоты, ну, как у Достоевского, перелопачивается с этой точки зрения, и там много ответов появляется, и вот чем больше противоречий перелопачивается, тем шире понимание, и эти гении, и эти гении, они делятся с другими, но всегда находятся на пике времени, все время в борьбе с противоречиями, потому что стереотипы мышления у большинства людей сталкиваются с их новыми веяниями, новыми словами, свежими идеями, и они постоянно калечатся в этом стрессе, и поэтому все время жизнь у них какая-то неровная. Ну, вот это очень интересно, я вот много лет думал о том, что являются причиной, почему женщины, например, они все время старательны, они все время дисциплинированы, они все время терпеливы, да, и вот повторение мать учения откуда? Откуда вместо созидательности, вместо творения, исполнения откуда? Я вот так подумал, я не знаю, может быть, со мной не согласитесь, я подумал, что первый чип роботизации у нас, по крайней мере, это миф о первородности греха человека. Ну, раз человек грешен, значит, он должен все время быть в состоянии извинительности, это презумпция виновности, это презумпция терпи, терпи, Бог терпел и нам велел. Да, это как раз-таки статус подражательности, статус подчинения авторитетам. Да, это первый чип, первый чип противоразвития, противоразвития творца в человеке. Потому что разделили Бога и человека, Бога поставили над человеком, да, и теперь человек не творец. А по геному, по природному, он творец. И вот как согласовать геном человеке-творца с положением человека в обществе, когда он исполнитель, раб Божий, а не Сын Божий. Вот это очень интересно. Первый чип противоразвития, да, первая, так сказать, тенденция, которая развивалась роботизацией, когда из человека делали исполнителя. Почему, собственно говоря, мир к этому и пришел в результате? А человек-то по природе творец. Поэтому учиться надо у гениев, слушать новое, пытаться понимать, о чем они говорят. А мы вместо этого противопоставляем им старые стереотипы и мыслим не гениально, не способом сотворения, а способом исполнения. Да, старайся, повторяй, пока не получится, будь дисциплинированной. Да, это обезьянный рефлекс. Короче говоря, чтобы выйти из обезьянного рефлекса биоробота исходного, из которого мы происходим, из инстинктов рефлексов, да, выйти на созидательные рефлексы, на развитие творца в человеке. Это очень интересная тема. А вы говорите чип, вы боитесь чипов. Да вы давно зачипированы в большинстве своем. Потому что я это вижу, потому что каждый раз, когда я вам говорю, перебирайте варианты приемов. По критерию индивидуального соответствия, синхронные вам. А мне женщины в основном пишут, а вы нам дайте четко порядок, как надо делать, потому что их со школы приучали к старательности, а не к сообразительности. Ну ладно, до встречи, друзья. Это очень серьезная тема.